с вами николай пивненко в проекте дата и сегодня на календаре 4 февраля всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями или всемирный день борьбы против рака это ежегодное мероприятие которое организовано международным противораковым центром с 2005 года рак по-прежнему одна из самых глобальных проблем человечества день такой призван напомнить всем нам о том насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания что нужно сделать чтобы значительно снизить смертность от рака еще один всемирный день отмечается сегодня но уже со знаком скажем так плюс всемирный день резиновых калош дата безусловно условно но любопытная по одной информации калоши появились в англии в 19 веке где сырая погода сама подсказала людям идею сохранения своей обуви надеванием поверх нее специальных чехлов которые защищают от промокания с другой стороны есть данные о том что еще в начале того же 19 века в сша калоши просто впервые поступили в продажу в бостоне о событиях этого дня расскажем чуть позже а пока о родившихся 1494 год в этот мир приходит франсуа рабле французский писатель эпохи возрождения гуманист его роман гаргантюа и панта грюэль энциклопедический памятник культуры французского возрождения 1820 год бажена немцева чешская писательница родоначальница современной чешской прозы приходит в этот мир но в 1873 году родился михаил михайлович пришвин русский писатель автор книг женьшень кощеева цепь кладовая солнце и других 1881 год 4 февраля день рождения климента ворошилова советского начальника маршала с 1934 года наркома обороны ссср а с 53 по 60 он еще успел побывать председателем президиума верховного совета ссср события дня 1719 год царем петром первым подписывается указ о проведении первой переписи населения россии впрочем цифры этой переписи наверное не до конца можно назвать реальными 1720 год указ все того же петра первого о сооружении петербурге шлагбаумов цитата при санкт-петербурге для лучшего порядка к пойманию и пресечению воровских проходов сделать по концам улиц шлагбаумы которые по ночам опускать и иметь при них караулы с ружьем вряд ли бизнесмены 18 века получили благодаря этому указу большой объем казенных заказов слишком мало в то время еще было в петербурге улиц ну а сегодня шлагбаум это защита наших дворов от посторонних автомобилей 1784 год из сада ротонда в дублине поднимается воздух шар 1 неуправляемый мангольфьер запущенный в англии 1794 год декрет конвента об уничтожении рабства во французских колониях а в 1904 начинается русско-японская война после японской осады порт артура 1905 год убийства в московском кремле сэром иваном каляевым великого князя сергея александровича романова он тогда был московским генерал-губернатором дядя николая второго каляев убивает его бомбой на суде 5 апреля в особом присутствии сената он произносит яркую речь обличающую царское правительство казнен в шлиссибургской крепости после октябрьской революции именем каляева названы улицы в москве и ленинграде а самого каляева называют выдающимся революционером 1935 год московском метро проходит первый испытательный поезд конечно же для того времени метро это просто фантастика кажется что такого не может быть но поезда пошли метро стало развиваться а сегодня многие поражаются сколько новых станций появляется в москве каждый новый год 1945 год открывается крымская ялтинская конференция большой тройки ссср сша великобритании решение которой на многие годы определяют геополитическую ситуацию европе рузвельт черчилль и сталин обсуждают ялте вопрос о безоговорочной капитуляции германии и и последующий раздел на четыре зоны оккупации то же самое касается и берлина рассматриваются также польский вопрос и проведение первой конференции он в сан-франциско сша иосиф сталин соглашается с тем что советский союз начнет военные действия против японии после поражения германии и оккупирует часть скорее ну и последняя 1996 год сексуальный контакт президента билла клинтона с моникой левински да да именно так написано в календаре в этот день видимо произошел этот самый первый сексуальный контакт публикация сенсационного доклада американского прокурора о сексуальных контактах билла клинтона и моники левински свое время затмевает все 4 февраля 96 было лишь промежуточной встречи любовников история учат что мужчина и женщина всегда остаются таковыми даже на работе помните из аризановского фильма а служебный роман иногда что-то очень личное может стать достоянием всех и разрушить кому жизнь а кому и карьеру с вами был николай пивненко в проекте дата 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 Продолжение следует...